Выплатив почти три стоимости этой квартиры, еще выплачивать больше, чем две стоимости. То есть тогда это казалось выгодным вариантом, а сейчас неизвестно, что с ней теперь делать. Вот таким дорогим оказался опыт. Елена Колозимова 8 лет назад взяла кредит на квартиру в Банке Москвы в швейцарских франках. Привлекла ставка 8% годовых и отсутствие первоначального взноса. Банкиры убеждали, это выгодно. Перед тем, как взять кредит, я беседовала с сотрудниками банка о том, как ведет себя эта валюта, швейцарский франк. Меня уверяли, что швейцарский франк – это самая стабильная валюта по отношению к рублю на протяжении многих лет. Не так давно привязку этой валюты к евро отменили, и франк мгновенно взлетел в цене на четверть. Но еще до этого, по данным Центробанка России, при курсе долларов 39 рублей 38 копеек, задолженность валютных ипотечиков составляла более 106 миллиардов рублей. По актуальному курсу это уже около 180 миллиардов. Фактически только из-за ослабления рубля долги россиян по валютной ипотеке выросли почти вдвое. Люди, когда берут кредиты в валюте отличной от валюты, которую они получают на работную плату, всегда берут на себя определенные риски. Проблему задолжников по валютной ипотеке приходится решать на законодательном уровне. Законопроект о введении временного моратория на взыскание долгов по валютной ипотеке в правительство направил Владимир Гутенев. Первый заместитель председателя комитета Госдумы по промышленности, первый вице-президент Союзмаш России. Я считаю, что единственная возможность это ввести мораторий, который заставит банки искать компромисс. Я не хочу говорить и защищать тех людей, которые вошли в валютную ипотеку. Они свое бремя ответственности должны нести. Но также банки, которые нещадно их эксплуатировали, сейчас передали коллекторским агентствам, бросив людей на произвол судьбы. И Центробанк, который обозначал валютный коридор и формировал у людей ожидания по движению курса, конечно, тоже должны нести свою толику ответственности. Кроме того, в Госдуму внесен законопроект, согласно которому банки должны заняться реструктуризацией уже выданных валютных займов на условиях, которые определит Центробанк. В дальнейшем оформление кредитов в иностранной валюте предлагается запретить.